Водоем советского инбюма, они сделали очень многое, чтобы варварское использование этого месторождения было прекращено. По какой причине это происходило? Эта территория была очень богата именно редкими, очень исчезающими видами растений и речными видами, пресноводными различными видами. Так что естественно, что такое уникальное место, оно единственное по своим гидрологическим, природным характеристикам в нашем регионе, оно естественно требовало защиты со стороны наших коллег, различных экологов, природоохранных организаций. В Советском Союзе удалось, это было очень непросто в Советском Союзе прекратить добычу промышленную. Собственно говоря, по прекращению разработок известняка в течение короткого времени, за счет паводковых вод, за счет реки Сухоречка, возник очень быстро вот этот водоем в том виде, в котором он есть сегодня. Что касается правового статуса, то здесь все очень интересно. В украинский период, с учетом особенностей национального законодательства Украины, этот объект числился в справочнике искусственных водных объектов Крымского полуострова в качестве пруда. По российскому законодательству он таковым быть не может, он подходит больше к ободненному карьеру и отвечает всеми квалифицирующими признаками, чтобы его признали в качестве такового. Но по нашей информации, установление границ, соответствующие российским законодательствам, не проводилось и установление соответствующих границ. Соответственно, документы, надлежащим образом, на этот подоем на сегодня не оформлены. Это то, что касается правовой точки зрения. Но есть еще и гидрогеологический статус этого объекта. Он находится на нескольких десятков метров выше, чем основное русло реки Черной. И как следствие, все, что происходит в этом водоеме, оно сказывается и на реке Черной благодаря подземной гидрологической связи, которая существует между рекой Черной и этим водоемом. В текущем режиме, с учетом того, что документы, надлежащим образом, не оформлены, как нам известно, как такового договора водопользования с нынешним арендатором земельного участка не заключено. На самом деле, все, что можно делать, определено статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации. Там все достаточно ограничено. Можно пребывать и находиться рядом с водоемом, не используя механические транспортные средства. Это во-первых. Во-вторых, можно осуществлять любительскую и спортивную рыбалку. Все. На самом деле, это все. Вы знаете, учитывая особенности гидрологические, геогидрологические этого объекта, естественно, что любая застройка, любое активное вмешательство на этой территории, оно будет влиять на то, что будет происходить вокруг и на бассейн реки Черной в нижнем и среднем его течении. Поэтому любое использование активно этого объекта и разработка, оно должно осуществляться очень рационально и осторожно. Как оно может повлиять? Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос может дать только гидрологическая, гидрохимическая экспертиза, экологическая экспертиза. Как таковая, такая экспертиза еще не производилась, никакой организации. Мы знаем, что по заказу ночных волков некая констромская организация, обладающая необходимой компетенцией, лицензией Росгидромета, производила некоторые какие-то исследования. Но были ли они комплексными и отвечали ли они всем необходимым требованиям, и дали ли они ответ на все вопросы, у нас есть большие сомнения. По нашим сведениям, сейчас Государственный гидрологический институт Росгидромета в Санкт-Петербурге, это очень компетентная ведущая научная организация гидромета в этом вопросе, они сейчас занимаются проработкой этой тематики. Мы надеемся, что они дадут четкий ответ. На самом деле, проработки любой концепции использования этого объекта должно предшествовать, во-первых, проведению необходимых научных исследований, которое должно сказать, что может произойти, какие риски и какой текущий статус этого объекта с точки зрения гидрохимии, гидрологии, геологии, биологии. И затем необходимо производить проектно-изыскаческие работы, которые определяют, во-первых, что там можно действительно строить, сколько это будет стоить, а во-вторых, какие компенсирующие меры должны быть по защите окружающей среды. Если эти меры окажутся, что стоят значительно больше, чем инвестор готов туда вложить, я думаю, что сам инвестор посчитает нецелесообразным работать с этим объектом. Поэтому, учитывая все эти особенности, в текущем состоянии особо ничего там делать нельзя. А в перспективе, если соответствующие изыскания будут произведены, я думаю, что и заказчик, и город получат соответствующую информацию. Что там можно делать и сколько это будет стоить. До 2014 года мы очень активно мониторили этот объект с точки зрения в том числе гидрохимии. Последние несколько лет мы производим менее активное наблюдение в отношении этого объекта, больше мы сосредоточены на морском побережье и исключительно экономической зоне Российской Федерации. Но отдельные у нас информации и данные есть. Они свидетельствуют о том, что последние два года гидрохимическое состояние водоема ухудшается из-за того, что антропогенный фактор человеческого воздействия очень сильно возросло. Если не будет проработано и реализовано комплекс защитных мер, компенсирующих, то, естественно, изменится в худшую сторону. Это скажется в том числе и на бассейне реки Черная. Продолжение следует...